Всем привет дорогие друзья! Новое видео на канале Gadgetmania И сегодня мы с вами поговорим о интересных вещах В частности о пересылке интересных смартфонов на территорию России с Китая Итак, новое видео, мы начинаем, поехали! Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги Мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс Gadgetmania.ru Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте Gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе Большое спасибо вам за положительные оценки к ролику о правильности получения посылок наложенным платежом Я вижу, вам нормально заходит такой формат поучительных обучающих видео Поэтому мы с вами сейчас поговорим об интересном факте Есть у меня один товарищ, тоже видеоблогер, зовут его Александр Мордынский Живет он в городе Чита И тоже очень часто, даже чаще чем я, заказывает очень интересные посылки В частности, очень интересные смартфоны и, конечно же, новинки смартфоностроения с Китая И в очередной раз, не так давно, чуть больше месяца назад, он, даже больше двух месяцев назад, он заказал Xiaomi Redmi 3 С магазина Gearbest к себе в читу Я сейчас, вы внимательно слушайте, что я вам расскажу Это просто эпик история, которая на самом деле, ей надо делиться и рассказывать о ней своим подписчикам и людям, которые часто заказывают в Китае В общем, заказал он смартфон, не знаю, там, чехол, пленку заказал, не заказал С Gearbest посылку долго отправляли, потом она пришла, в итоге он приходит на почту И там балалейла Нифига ему не отдают Не отдают по причине того, что смартфон запрещен к возу из-за отсутствия нотификации детей Разбирайтесь в таможню Приезжает он в таможню, а в таможне говорят Эй, чувак, короче, сейчас приедет ФСБ Будут проверять твой смартфон На шифровальное устройство Может быть, ты какой-то шпион и так далее и тому подобное В итоге, вроде как, эта вся ситуация разрешилась Смартфон ему, скорее всего, отдадут Смотрите об этом истории у него на канале Ссылочки будут в описании И всячески рекомендую подписаться на канал Потому что у него действительно очень хороший, интересный, познавательный контент В итоге К нам обратился человек К чему вообще вся история? К нам обратился человек Типа, вот мы знаем Ну, в общем, почти родственник Не родственник, знакомый, короче Родственник, какой он нафиг родственник? Нифига он не родственник Знакомый родственницы Вот И типа такой Закажите мне, короче, Xiaomi Redmi 2 Я ему говорю Зачем тебе Redmi 2? Давай Redmi 3, он лучше И там совсем чуть-чуть ты переплатишь денег Он такой, окей, давай, не вопрос Мы с ним заказываем этот Redmi 3 Который, вернее, Note 3 Не Redmi 3, а Note 3 Который, оказывается, не имеет нотификации Здесь пока на данный момент На территории России И поэтому, в принципе, если его выцепляют Его начинают проверять и так далее И тому подобное И, в общем, я в течение Больше чем Двух с половиной недель Сижу на таком Плотном Очке, скажем так Переживая Что же случится со смартфоном Пустят его на территорию России Не пустят В итоге Я заказывал В магазине Everbuying Ссылочки будут в описании На момент заказа Там была самая выгодная цена Даже с учетом Возрастающей валюты Сейчас произошел Небольшой отскок Доллар стоит Чуть больше 76 рублей На момент записи Этого видео В итоге Смартфон Две с половиной недели шел Посредством СПСР СДЕКа Вернее, никакой не СПСР Экспресс СДЕКа Склад Дверь Должен был Мне прийти Завтра домой Но я решил съездить Мне надо было съездить в город И решил съездить его получить В итоге Я держу его сейчас в руках Распаковка этой посылки Будет сегодня же на канале Видео, конечно же, выйдут Может быть, с разницей в день-два Но в итоге, друзья Имейте в виду Какой из этого стоит сделать урок Во-первых Интернет-магазины Которые торгуют Всем этим дерьмом Которого мы покупаем Да? Ну, в кавычках дерьмом Конечно же, смартфоны клевые Они Им на самом деле Срать По большому счету Вообще срать На то Будут у вас проблемы с этим Или не будет Может быть, не повезло Именно Сашке Мордынскому Может быть Сейчас вступает Закон в силу Что чуть ли не каждая пятая посылка Будет досматриваться И Из этого будут какие-то Не совсем хорошие Случаи Может быть Компания Xiaomi Не успела подать документы Нотификацию В органы Наших внутренних дел ФСБ Для того, чтобы разрешен Был к ввозу Потому что другие модели Все разрешены Вплоть до Note 2 А Note 3 Вот, не знаю На момент записи ролика Разрешен, не разрешен Но смысл в том Что если выборочная проверка Осуществляется Ваш смартфон Вытягивают То есть миллионы посылок Раскивают И там Хопа Xiaomi Note 3 В итоге получается Что вы попадаете Как минимум на штраф И еще я хотел сказать Магазин Everbuying Отсылает в течение 24 часов И это очень клево Потому что За бесплатную доставку Вы получаете курьерскую доставку Все это едет На моем случае Через Владивосток И с Владивостока До того города Где я проживаю Это совсем другую часть Нашей великой родины Заняло порядка 6 дней Единственное Что где-то там На сортировке Но посылка провела Больше 10 дней И в итоге у нас получилось Чуть больше 2 недель На этом точно все Клюву У меня есть Xiaomi Redmi Note 3 Чтобы посмотреть Нужен он вообще Или не нужен Пацанам из Союза видеоблогеров Большой респект И привет Большое спасибо за просмотр Подписывайтесь Лайкайте Делитесь с друзьями Совсем скоро увидимся Всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok